Спасибо. Большинство вопросов в диагностике сарком трудные, поэтому я убрала это слово из заголовка. Потому что, опять же, это связано и с редкостью этой патологии, и с высокой гетерогенностью как внутриобхолевой, так и в пределах каждой нозологической единицы. На сегодняшний день мы пользуемся классификацией Всемирной организации здравоохранения, ее изданием 2013 года. На сегодняшний день все равно классификация развивается, и она, конечно, развивается в большей степени по пути увеличения количества нозологических единиц. Если мы посмотрим на их перечень, то это громадное количество. Вообще, в целом, мягкотканных образований в этой классификации порядка полутора сотен. Они разной степени зрелости, разной степени злокачественности. И классификация базируется, конечно, на гистогенетическом принципе на сегодняшний день. То есть мы классифицируем образование в зависимости от того, к какой ткани оно, вероятно, принадлежит или исходит из нее. То есть если мы видим черты жировой дифференцировки, мы ее классифицируем в адипоцитарные опухоли, в гладкомышечные дифференцировки, в гладкомышечные и так далее. На самом деле, не всегда нам удается проследить неопухолевый предшественник. И не всегда он принадлежит той ткани к гистогенетической группе, к которой мы отнесли опухоль. Но, тем не менее, это нюансы. Проблема основной классификации в том, что на сегодняшний день она, конечно, мало помогает клиницистам. Потому что количество опций ограничено, и для каждой нюансологической единицы нет своей опции. Это значит, что классификация клинически малопригодна. И вероятно, что дальнейшее ее развитие, все-таки с учетом вообще тенденции развития классификации всемирной организации здравоохранения, будет идти в сторону обращения к клинике, то есть к возможностям терапевтическим и, в первую очередь, конечно, к возможностям системного лечения. Вот это примерно раскладка по частоте встречаемости сарком. В общем, доли могут немножечко в размерах варьировать. Но, тем не менее, самые частые – это, конечно, липосаркомы. На втором месте находятся лемиосаркомы. И дальше, видите, их количество постепенно уменьшается. И это тоже все создает определенные сложности. В общем, я не претендую на актуальность. Но, тем не менее, в рекомендациях НССН, если мы посмотрим, то саркомы, грубо говоря, можно поделить на специфические гистологические типы, для которых есть определенные схемы более-менее эффективные, либо таргетная терапия, и большая группа неспецифических сарком. К специфическим относятся джисты или гастроинтестинальные и стромальные опухоли, десмоидные опухоли, которые не являются истинными саркомами. На самом деле, это опухоль с местно-агрессивным течением, не склонная к метастазированию, но в силу особенностей своего роста и, в общем, в большинстве случаев невозможностью определения истинных границ образования, она склонна к частому рецидивированию. Но при этом описаны случаи самопроизвольного регресса. Это группа неплеоморфных рапдомиосарком, которые довольно эффективно лечатся, особенно у детей. Кроме того, к специфическим типам по возможности системной терапии относятся ангиосаркома, солитарная фиброзная опухоль или гемангиоперицитома – это опухоли, которые, как правило, ассоциированы с оболочками, с серозными оболочками либо оболочками головного мозга, но могут развиваться и в мягких тканях конечностей. Это альвеолярная саркома мягких тканей, это группа ПИКОМ, это большая группа, тоже гетерогенная, на самом деле и опухоль разной степени злокачественности туда относится от доброкачественных до злокачественных. Туда же относятся ангиомиолипомы и лимфангиолемиоматоз, такое заболевание. Это воспалительная миофибробластическая опухоль с перестройкой ЛК, потому что она чувствительна к соответствующей таргетной терапии. Это липосаркомы, именно высоко дифференцированные, дедифференцированные липосаркомы, которые представляют собой на самом деле разные полюса спектра, одной группы патогенетически связанных заболеваний. Из-за вот этой громоздкости и сложности классификации, сложности есть и морфологические, потому что многие саркомы могут напоминать друг друга. И на сегодняшний день одним из эффективных подходов к дифференциальной диагностике является так называемый анализ паттернов или анализ характеристик роста сарком. И в соответствии с этим подходом их можно поделить на веретеноклеточные опухоли, миксоидные, эпителеоидные, плеоморфные, круглоклеточные и так далее. Это описательная характеристика. И зачастую в ситуациях, когда у патолога нет возможности использовать дополнительные методы диагностики, чтобы определить фенотипические какие-то признаки опухоли, либо использовать молекулярные методы для определения дефинитивного диагноза, именно такое описательное заключение может быть дано в репорте. То есть клиницисты должны понимать, что это не нозологическая единица, как правило, это именно описательная характеристика преобладающего паттерна, именно морфологической характеристики. И за этим описанием может стоять совершенно разная саркома. Возьмем адипоцитарные опухоли, самые частые мягкотканные образования, доброкачественных целая группа. В принципе, все гистогенетические группы опухоли мягких тканей делятся на доброкачественные, промежуточные и злокачественные. Вот эта вот подгруппа промежуточных может быть подразделена на местно агрессивные, либо редко метастазирующие опухоли в зависимости от гистологического типа. И, соответственно, это характеризует в определенной степени поведение этих образований. Кодируются они единицей, то есть это не истинные саркомы, как правило. То есть это тоже опухоли, которые либо местно деструирующим ростом обладают, либо отсутствует у них потенция к метастазированию, либо она маловыраженная. То есть, как правило, они нечувствительны, либо очень слабочувствительны к системным видам терапии при отсутствии каких-то таргетируемых перестроек. И атипическая липоматозная опухоль и высоко дифференцированная липосаркома. Очень хороший пример, потому что вот это ее микрофотография, собственно, как выглядит это образование. И вот это наименование через слэш, оно не случайно, потому что течение опухоли в зависимости от локализации может существенно разниться при одной и той же морфологической картине. Как правило, опухоли с такими морфологическими и молекулярными характеристиками, развивающиеся на периферических, на конечностях периферических, ведут себя как местно агрессивные. То есть при полном удалении они могут не рецидивировать, рецидивируют, как правило, при неадекватном иссечении первичного очага. Если же эта опухоль локализуется за брюшинно, то это опухоль, которая характеризуется непрерывным, постоянным рецидивированием. При этом они склонны чаще к прогрессии и дедифференцировке до дедифференцированной липосаркомы. Поэтому в данном контексте течение и прогноз заболевания определяется не только его морфологическим строением, но и его локализацией. И для многих сарком именно локализация, гендерная принадлежность, возраст имеют значение диагностическое и прогностическое. Что же касается группы злокачественных адипоцитарных опухолей, то как для большинства гистогенетических групп эта опухоль не однородная группа. Она включает в себя разные нозологические единицы. К сожалению, время от времени мы сталкиваемся с тем, что есть в умах врачей такое понятие, что если это липосаркома, то это какой-то среднеобобщенный образ. На самом деле это не так. Это опухоли, очень разные по своей биологии и существенно различающиеся по течению. Высокодифференцированная липосаркома характеризуется одним путем патогенетическим. Для них свойственна амплификация в генах МДМ2 и СДК4. Миксоидная липосаркома существенно отличается. Она характеризуется перестройками в виде транслокации с участием гена ФУС и ЧОП. И, как Юрий Гирич нам показал, это находит отражение и в ответе на соответствующее системное лечение. Эти опухоли по-разному отвечают. Что касается плеоморфной липосаркомы, то она характеризуется очень большим количеством различных перестроек, которые могут включать все, которые описаны для вышеобозначенных типов. Плюс зачастую характеризуется дополнительная амплификация в гене циклина Д1. И, соответственно, она тоже может быть чувствительна к терапии как для одной, так и для другой группы. Возьмем для примера группу круглоклеточных сарком. Это описательная характеристика. И она наглядно демонстрирует сложность дифференциальной диагностики. Потому что это группа, в которую входит целый ряд совершенно разных по течению и прогнозу заболеваний. Это и саркома Юинга, которая может быть экстрасальная или внескелетная, то есть являться первичной саркомой мягких тканей. Это альвеолярная рапдомиосаркома. В ряде случаев это эмбриональная рапдомиосаркома, которая не демонстрирует признаков созревания. Соответственно, состоит преимущественно из недифференцированного компонента. Это так называемая круглоклеточная липосаркома. Она же миксоидная липосаркома на самом деле. На сегодняшний день представления таковы наши, что круглоклеточная липосаркома – это просто крайний спектр высокозлокачественного проявления миксоидной липосаркомы. Морфологически характеризуется круглоклеточной морфологией. Это досмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль, которая встречается в брюшной полости. Из-за брюшины характеризуется полифенотипическими проявлениями. То есть даже иммуногистохимия в ряде случаев не позволяет провести дифференциальную диагностику в пределах группы мелкокруглоклеточных сарком. И поэтому на сегодняшний день уже в плане стандартного подхода и стандартного алгоритма дифференциальной диагностики мы должны использовать молекулярные методы. Это может быть либо молекулярная генетика в различных методологиях, либо флоресцентная инситу гибридизация или фиш-метод, который позволяет выявить специфическую перестройку. И именно то, что эти опухоли даже в крайних проявлениях своих, в более злокачественных вариантах, они сохраняют характерные морфологические черты, характерные молекулярные черты. Мы можем их выявить при помощи этих дополнительных методов. Что касается саркома Юинга, то вы видите, это тоже очень генетически неоднородное заболевание. Для него характерна перестройка с участием гена ИВСР. И верхние два партнера, это ген ФЛАЙ и ген ИРДЖИ, это семейство ИТВ-генов, являются самыми частыми. Но при этом могут быть и другие спарринг-партнеры. В данном контексте вообще, в принципе, это никак не определяет выбор терапии. Потому что вся эта группа Юинга-подобных сарком, подход терапевтический один. Но именно наличие определенной перестройки, вид перестройки, может являться предиктором эффективности системной терапии. Как правило, предиктором неэффективности этой терапии, а также являться фактором прогноза, как правило, неблагоприятного. Но если вы посмотрите, то вот этот ген ИВСР, он встречается и в других саркомах разной совершенно природы. Это и миксоидная липосаркома, это и досмоклассическая мелкокруглоклеточная опухоль. То есть он довольно интенсивно вовлечен в патогенез вообще мезонхимальных опухолей в принципе. Но наличие перестройки в этом гене позволяет при определенных морфологических проявлениях сузить группу, в пределах которой проводится дифференциальная диагностика до опухолей, до которых эта перестройка характерна. Ну и вот, собственно, это группа юнгоподобных сарком, которые на сегодняшний день не выделены в классификации в действующие, но, вероятно, будут выделены отдельно из группы недифференцированных круглоклеточных сарком, потому что они обладают юнгоподобной морфологией, имеют некоторые отличия эпидемиологические, клинические и характеризуются повторяющимися перестройками в генах с участием гена СИС или БИКОР. И, как правило, это определяет неблагоприятный прогноз при стандартной терапии. Как это выглядит? Круглоклеточная саркома морфологически. Вот так вот выглядит картина флюоресцентной инситу гибридизации. Это проба с участием гена ИВСР на точку разрыва. То есть, если в этом гене есть перестройка, мы не можем определить спарринг-партнер при использовании такой пробы, но можем определить наличие перестройки. И дальше есть возможность определить уже конкретного спарринг-партнера для уточнения диагноза либо прогноза. То же самое касается и многих других опухолей. Характерные перестройки описаны для адипоцитарных опухолей, которые могут позволить нам поставить диагноз в случае преимущественно дедифференцированной липосаркомы, которая теряет свои черты адипоцитарные. То есть, мы в ряде случаев, особенно при ограниченном биоптате, можем не выявить признаков того, что эта опухоль происходит из жировой ткани. Тогда дополнительные методы исследования только позволят нам подтвердить диагноз липосаркомы. Кроме того, дедифференцированная липосаркома может характеризоваться дедифференцировкой в совершенно разные другие саркомы. Это могут быть нейросаркомы, голодкомышечные саркомы, кость-продуцирующие саркомы разной степени злокачественности. Поэтому это, в общем, создает дополнительные сложности и требует, опять же, использования каких-то дополнительных методов. Для многих сарком описано, вот если мы посмотрим на лемиосарком, у которой является второй по частоте, то, к сожалению, для нее нет описанных характерных повторяющихся перестройок. Но, слава богу, в большинстве случаев эти опухоли имеют фенотипические проявления и сохраняют экспрессию гладкомышечных маркеров. Что касается круглоклеточных опухолей в плане представительства сарком, для которых это high-grade спектр, то есть это дедифференцировка этих сарком, и миксоидная липосаркома, и синавиальная саркома, они сохраняют свои молекулярные черты, и флоресентенцитогибридизация либо молекулярная генетика позволяют в данной ситуации поставить диагноз. И, конечно, нужно сказать несколько слов о грейдинге сарком, потому что это является одним из опорных моментов для выбора терапии, в том числе системной. И здесь, к сожалению, также нет единого подхода системного, потому что есть саркомы, которые не градируются, есть саркомы, которые по определению high-grade либо low-grade, есть системы градации для определенных сарком, которые двухступенчатые, есть системы трехступенчатые. На сегодняшний день отдаётся предпочтение системе французского общества FNCLCC, которая основана на сумме баллов по трем критериям, учитывая степень зрелости образования, количество метозов и наличие и выраженность некрозов. Но нужно помнить о том, что эта система разработана для большого материала, для операционного материала. И экстраполировать её на биопсийный материал это неадекватно, потому что невозможно на основании биоптата оценить количество некрозов. У нас может быть не самая методически активная зона. И таким образом, как правило, чаще всего на материале биопсии происходит недостаточное понижение грейда. По сравнению с истинным грейдом это нужно, конечно, учитывать. Это, опять же, имеет значение в плане планирования биопсии, выбора места биопсии и вот этой совместной работы по обследованию пациента и планированию этого обследования. Вот схема отдельно выделена по степени дифференцировки. Она, в общем, не абстрактная. Есть рекомендации по выставлению первой цифры для различных сарком при наличии диагноза. И еще мне хочется сказать пару слов про то, что, вот мы говорим, есть саркомы мягких тканей, саркомы костей и есть еще саркомы висцеральных органов. Саркомы висцеральных органов не относятся к саркомам мягких тканей. Они отличаются по течению и прогнозу и они стадируются в соответствии с рекомендациями для того органа, где они развиваются. Поэтому, если мы будем говорить о леомиосаркомах матки, например, это другая опухоль. Биологически другая. И поведенчески другая опухоль. Поэтому об этом тоже нужно помнить. И подходы к грейдингу другие. Ну и, в общем, мне хотелось бы тоже закончить тем, что основополагающими моментами в плане диагностики пациентов саркомы и мягких тканей является работа в мультидисциплинарной команде до начала инициальной терапии. Это адекватная визуализация образования. Это коллегиальный выбор места для биопсии. Это, безусловно, работа с материалом в условиях центра, обладающего целым спектром дополнительных методов исследования и соответствующим опытом у морфолога. Спасибо.